Муниципалитеты республики подводят итоги социально-экономического развития. В этот раз в центре внимания Мариинско-Посадский район. За 2018 год объем инвестиций в Мариинско-Посадский район за счет всех источников финансирования составил 127 миллионов рублей. Реализовано 5 инвестпроектов общей стоимостью 61 миллион. Предприниматели в прошлом году создали 15 рабочих мест. Сейчас в районе продолжается реализация еще двух проектов общей стоимостью 80 миллионов. Мариинско-Посадский маслозавод активно расширяет ассортимент. Там открывается новое производство по переработке семян подсолнечника. А в Приволжском сельском поселении продолжается реконструкция фермы для разведения овец. Главный источник собственных доходов района – агропромышленный комплекс. Всего в районе 14 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Общая площадь зерновых сельхозорганизаций ИКФХ составила 8 650 гектар. Картофеля 169 гектар, овощей 18 гектар. Произведено 18 700 тонн зерна, или 117,6% к плановому показателю. 3,4 тысячи тонн картофеля. К сожалению, мы не достигли показателей главного. 77,3% к плановому показателю. И 700 тонн овощей. Десятки лет назад именно этот район был крупным производителем хмеля. Потом потребность в этой культуре сошла на нет. Сейчас в районе возрождают хмелеводство. Пока на небольших площадях. У нас в свое время в Марпасадском районе было в пределах 100 гектаров хмельников. А то, что на сегодня, мы в прошлом году договор заключили сельхозакадемией, наш родной сельхозакадемией, вот они и решили у нас выращивать хмель. На сегодня мы им дали, согласно договору аренды, они оформили 8 гектаров. Это в Шоршевском сельском поселении под хмель. Нашелся и предприниматель, который занял часть бывшего здания Маринско-Пасадского спиртзавода. Закупил оборудование и собирается налаживать там небольшое производство пива именно по старой рецептуре. В сутки планируют производить 300 литров. Также на малом предприятии будут разливать артезианскую воду. В прошлом году удалось ввести в оборот 1600 гектаров. При всем этом в районе еще остается 3,5 тысячи гектаров необрабатываемых земель. В администрации активно ищут желающих заниматься хмелеводством и другими видами сельского хозяйства. Еще одна проблема – задолженность за аренду муниципального имущества и земель. Она увеличилась на 35%. Из-за этого недополучает средства местный бюджет. За аренду там земельного участка и имущества почти 6,5 миллионов рублей. Это уже конкретно ваша работа, ваша управленческая команда. Почему они не можем до сих пор взыскать все эти долги? Основная доля всех долгов ложится на 4 организации. За бездействие должностных лиц нужно привлекать к ответственности, подчеркнул глава Чуваши. Также в муниципалитете в последние два года падают темпы строительства жилья. Даже сейчас в Морпосаде не возводят ни один многоквартирный дом. Глава Чуваши отметил, что при таких условиях невозможно привлечь инвестиции в район. Да и молодежь не захочет жить в таких условиях. Нет строительства, нет развития других отраслей, смежных отраслей. Вы остановитесь. Жители Моринско-Посадского района попросили Михаила Игнатьева посодействовать в строительстве дорог. Так, например, дорогу к деревне Межули первочурашевского сельского поселения должны были построить еще несколько лет назад, но ее до сих пор нет. А сроки строительства продолжают переносить. Очень назрел капитальный ремонт автодороги Волго-Моринский-Посад-Октябрьская-Козловка. Глава региона взял эти вопросы под контроль. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.